Я приветствую всех слушателей подкаста спорта день за днём о чемпионате мира в Катаре и сегодня мы с вами остановимся на одном матче на том матче который дольше всех ждали Бразилия-Сербия во-первых это вроде как братский народ стартует на чемпионате мира во-вторых это фаворит на победу на турнире сборной Бразилии и конечно же конечно же этот матч мы ждали очень долго я представлюсь это я Тимур Валеев со мной поделится своим мнением о матче по традиции Дмитрия Нечпаренко и Иван Житков я сразу поделюсь что я остался честно говоря под большим впечатлением от сборной Бразилии и дело даже не в том что здесь полным-полно мастеровитых игроков и на каждой позиции играют звезды мирового футбола нет дело не в этом дело не в том что они технически оснащены намного лучше чем сербы том что они не знаю там с мячом провели больше времени за всю свою жизнь это не так важно важно в этом матче то насколько методично и постепенно разбивала соперника сборная Бразилии меня вот это поразило больше всего потому что на предыдущих турнирах даже когда говорилось что сборная Бразилии претендует на победу на чемпионате мира это было и на домашнем чемпионате мира и в восемнадцатом году команда выглядела достаточно сыро сыро в том смысле что вся вот это вот все это превосходство в техническом оснащении техническом мастерстве не было не было не было систематичным оно давало пользу на определенном отрезке игры в определенных моментах один в один например и так далее но по факту в контексте целого матча это не давало такого преимущества в этом матче мы увидели абсолютно взрослую команду который четко понимает как добиваться поставленных целей как выигрывать матчи и несмотря на то что сербы действительно очень здорово подготовились классно оборонялись до поры до времени пока хватало физических кондиций сборная бразилии правда систематически постепенно уничтожала соперника с каждым с каждой минуты становилось просто все сложнее и сложнее сербам в принципе это объяснение причин почему концовки матч сербам было очень тяжело а бразильцы создавали момент за моментом который по большому счету ну счет 2-0 он мог быть крупнее мои друзья сейчас поделятся более подробным мнением по игре как мне кажется поэтому давайте послушаем что скажет дима наверное этот матч мы все ждали потому что как если мы вспомним наш первый подкаст когда по-моему все втроем сошлись на мнение о том что бразилия является главным фаворитом турнира независимо выглядит или нет но именно с точки зрения аналитики того как готова команда я думаю и сейчас мы уже увидели но и то как она вообще в принципе последние годы в мире нет ни одной команды которая была бы столь стабильно поэтому кажется что этот матч подтвердил все то о чем мы говорили потому что мне кажется что для того чтобы посмотреть на силу бразилии сербия была очень хорошей лакмусовой бумажкой потому что план был очень очень грамотным и мне кажется первом тайме да пускай было два момента но работала система очень правильно потому что по факту получалось наверное схему можно было бы там описать как 5 2 2 1 и вот это как раз ситуация с тем что когда два опорных опускались глубже в их позиции фактически садились две десятки соответственно тадич и милинкович савич и пока хватало свежести это работало потому что если мы можем даже вспомнить такую ситуацию которая была на сороковой минуте когда один из опорных пошел сопровождать рыбок бразильца ушедшего там полу фланг и прострел забрал другой опорный но при этом если бы отдавался пас еще на более но уже там уже можно сказать не второе на третий темп то там бы тоже эту передачу проходила но чем дальше игра шла тем все сложнее сложнее было сохранять этот уровень концентрации даже мне кажется вопрос не физики для сербии а именно уровня концентрации который присутствовал у этой команды и мне кажется в этом как раз основная составляющая была того что по ходу матча бразилия именно показывала какие во первых у нее были методы для того чтобы скрывать то я бы не сказал что это там автобус была довольно шланированную грамотную и подвижную оборону сербии потому что здесь и появление центральной защиты вспомнить даже по первому тайму прекрасная стяга сил вы насыщение зон между линиями где приемы были зачастую даже без касания просто то же самое кстати в первом голе который был забит прекрасное действие неймара когда он принял мяч сразу себе с уходом не касаясь мяча дальше раскидал движениями плеч соперников и принципе он готовил себе эпизод но успел оставить для партнера ну и дальнейший шарльсон конечно прекрасное добивание вообще-то если говорить про решался на мне кажется если там понятно что аналитики будут говорить что-то одно но есть еще такой элемент как просто восприятие игроков для публики мне кажется сейчас в этом матче сделана лучшая заявка первого тура на лучшего игрока турнира потому что мне кажется как раз для широких и публики это будет самое яркое впечатление от первого тура и совершенно справедливое потому что например если мы берем второй голове шарльсона все вместе как здесь и присутствовал и пас внешней стороной стопы прямо с шага и прием мяча удар ну прекрасная комбинация вот чистое удовольствие которое не нужно там препарировать анализировать а просто действительно это природная красота футбола которую сожалению далеко не в каждом матче первого тура мы видели поэтому безусловно бразилия для меня подтвердила свой статус при этом доставила и удовольствие и каких-то эпизодах именно эстетическое при этом не проваливалась по большому счету моментов сербы практически не создали хотя смотрелись хорошо наверное все равно конечно сейчас главная интрига будет в том кто займет второе место в этой группе и честно признаюсь я не видел первый матч в этой группе между швейцарией и камеру нам от людей которым я доверяю в принципе слышал о том что эта игра по качеству суммарному от двух команд едва ли оказалась не самой слабой на турнире и мне лично дает определенное предположение что сербы тем уровнем концентрации в принципе взаимодействий которые они показали в этой игре могут вполне претендовать на то чтобы вывести два последующих матча и пройти дальше единственный вопрос который у меня возникает насколько сербы могут играть сами с позиции силы с позиции контроля потому что не были эпизоды довольно неплохие первом тайме когда они использовали поле на можно сказать его делали большим пытаясь просовать довольно большое количество средних передач проходило пускай не все обостряющие но когда они доходили последний третий там уже начинались сложности вопрос в чем который я задаю сам себе это те сложности которые останутся с командами более низкого уровня или это сложности которые случились именно против бразильцев и наверное естественно равняйте не камерун и даже наверное не швейцарию с бразилии просто близко невозможно поэтому мне кажется интрига в этой группе очень серьезная за второе место но а бразилию просто честно смотреть хочется потому что наверное всем получили удовольствие от сборной испании англия произвела впечатление матч франции честно говоря не видел но все равно мне кажется что это бразилия она наиболее близка к лучшим клубным образцам реально взаимодействие очень сильно имеют не меньший элемент воздействия на игру не в сравнении даже с индивидуальными качествами футболистов потому что к сожалению большинство сборных играют на индивидуальных качествах футболистов а здесь другая история поэтому очень интересно будет следить дальше тем более если даже посмотреть то выходившие на замену футболисты тоже дали определенные качества никак не упал уровень поэтому глубина состава не знаю мне кажется что тита делает очень хорошую работу продолжает ее делать да наверное кубок америки оказался не таким ярким и честно говоря для меня не совершенно не удивило что аргентина выиграла в финале но возможно как раз это помогло сделать выводы из тех ошибок которые присутствовали и подойти здесь единственное что может быть настораживает что все-таки турнир продлится почти месяц и очень очень резвый старт и по физике очень здорово бежит бразилия не было бы такого что какой-то спад наступит но думаю опыта там и титы и его штабу хватит чтобы с этим справиться поэтому наверное я продолжаю считать главным фаворитами на бразильскую сборную ну а там посмотрим дальше по ситуации тому как будет дальше развиваться события я бы лучше точно не сказал а вань ты что по этой игре думаешь честно сказать мне хотелось посмотреть на сборную сербии даже не терпел потому что они действительно в очень таком свежем виде вышли на чемпионат мира игра в португалию в решающем матче что ну как 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 катите но откладывает отпечаток на команду на ее атмосферу внутри до совершенно другой заряд и совершенно другое другие другие взаимоотношения да и и в том числе и отношение к процессу тренировочному подготовительному чем когда ты каким-нибудь там боком пробираешься это под поколение действительно возревало им очень помог драгон стойкович своей харизмой но то есть чем они столкнулись конечно в первом туре чемпионата мира оно оказалось высшие силы объективности ради здесь была огромная разница и в мастерстве и в классе потому что ну честно говоря если брать там по линиям ну там ни в одной линии у сербов не было сильнее игроков чем у мразильцев просто даже по одной единице если их просто сравнивать заявление о том что сербия будет играть в атакующий футбол они ничем не оказались подкрепленными честно говоря вообще показалось что серб как-то задумались и застряли между небом и землей вроде как хотели играть в давление потом передумали потом стали встречать средней зоне бразильцы за счет индивидуального мастерства их и там переигрывали огромное там в этом плане спасибо неймору да отдельное при этом два 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 центральных полузащитника почему-то оказывались отыгранными бразильцы пытались постоянно переводить мяч во фланги но что значит пытались они это и делали и как будто двух полузащитников которые у сербов которые располагались на одной линии как будто не существовало ни для перехода в атаку ни для обороны огромная нагрузка выпала на центральных защитников на всех трех честно говоря я бы не особо много бы им предъявил учитывая то в какой они ад попали они довольно долго держались но в итоге не смогли что касается бразилии они проявили себя трудолюбивой терпеливой командой которая безусловно будет претендовать на титул собственно говоря ждали последнего тура чтобы примерно для себя сформировать пул претендентов на титул ну что ж он сузился на мой взгляд сузился до меньшего числа команд чем принято считать когда говорим о топах ну вот давайте смотреть второй тур он будет самый интересный что касается сервов то любопытно будет глянуть как они все таки сыграют с камеруном потому что если там не будет четкого понятного плана внятного рисунка то к сожалению придется констатировать что что команда это больше эмоциональная чем тренерская мне кажется перспективы вырисовывается очень интересно что для бразилии что для сербии я тоже честно говоря считаю что сербы еще на этом турнире себя смогут показать и вполне возможно что даже смогут выйти в плей-офф во всяком случае камерун пока швейцария ну надо надо вороться конечно но я думаю что есть все возможности если по крайней мере матч с бразилией не останется таким что называется единственным грамотно разобранным в плане подготовки к сопернику сборная бразилии лично для меня оставила прям ну мощные впечатления подтвердила статус главного фаворита турнира я бы вообще выделил наверное сейчас четверку вот все таки надо подвести некие итоги первого тура группового этапа я бы выделил что сборная бразилии франция испания англия тоже войдет для меня в эту четверку команд где-то там на пятом месте болтается нидерланды за счет более-менее грамотной обороны вот но я думаю что вот четверка обозначена команд это бразилия франция испания и англия и думаю что скорее всего они попадут в четверку лучших если это возможно по сетке вот но будем смотреть наблюдать в любом случае чемпионат мира в Катаре становится по традиции любого чемпионата мира действительно очень интересным захватывающим и интригующим давайте смотреть вместе с нами слушайте подкаст спорта день за днем и дальше делитесь своим мнением напишите пожалуйста в комментариях считаете ли вы что что вот обозначенная мной четверка бразилия франция испания англия действительно станет четверкой лучших команд на чемпионате мира может быть у вас какие-то другие предположения на этот счет с удовольствием почитаем поэтому пожалуйста делитесь с нами всем спасибо слушайте наш подкаст дальше и следите за матчевым чемпионатом мира всем пока пока